Всем привет! Ну и сегодня мы будем лепить тигра из игры Mr.Hobbs Playhouse. Вторую часть, вроде как я понимаю. Ну и начинаю я, конечно же, с ног. Почему я начинаю с ног? Ну, чтобы потом в конце фигурка не упала. Хотя даже не в конце, ну и в начале тоже она может упасть. Например, если я начну с головы, то каркас не выдержит и упадет. И из-за этого я буду начинать с его ног. И почему именно я выбрал тигра? Ведь в этой игре есть много разных персонажей. Ну, как лично я видел в интернете, там был вроде бы кролик, или это был заяц, и еще мышь вроде бы. Точно не помню. Ну, короче, мне надо будет сыграть эту игру. Ну, а вы пишите в комментариях, какого следующего персонажа мне слепить. Но я обязательно сыграю в эту игру, и в следующем видосике расскажу что-нибудь о ней. Ну, и вот, я выбрал именно тигра. Давайте будем назвать тигренком. Потому что он там для меня оказался самым прикольным. Я посмотрел, он выглядел так прикольно, интересно, и из-за этого захотелось именно его. А дальше, кого я слеплю, зависит только от вас. Пишите в комментариях. Ну, и сейчас нам нужен вот такой кусок пластилина для ног. Вот мы прилепили его. И вот здесь есть вот такие вот катушки. И даже дырочки есть. Их надо будет загладить. Делаем вторую ногу так же, как и первую. И прилепливаем жгутик пластилина между двумя ногами. На этом закончились его штаны. Но я решил сделать еще складки вот здесь. Ну, и вот, вроде бы, я сделал. Да, вроде бы, все. Ноги готовы. Ну, а теперь делаем его телом. И, кстати, этот персонаж чуть-чуть изогнутый. Из-за этого мы ему чуть-чуть спину сделаем неровную. Я беру медную проволоку и буду делать каркас для рук. Прикрепил я вот эту проволоку. И сейчас надо сделать руки так же, как и ноги. Ничего-ничего стоит. Ну, и сейчас так же прорезаем, как мы резали и ноги. То есть, полосили для ног. А то вы что-нибудь правильно подумаете. Ну, а сейчас сделаем его голову. Делаем шар. И потом надо вырезать отверстие для его рта. Примерно вот так будет выглядеть. И чуть-чуть надо заполнить пластилином. Не до конца. Чтобы потом покрасить. Типа делать черной краской, короче, покрасить. А ту фольгу покрасить как бы невозможно. Вроде бы, как я помню. Ну, и сейчас ему надо делать нос. Вот, прилепили. Надеюсь, правильно. И так же делаем отверстие для левого глаза. А для правого не надо, так как у него там как будто какая-то пуговичка. Ну, а сейчас сделаем его острые зубы. Они в виде треугольника. Я их решил сделать. Так. Прикрепляем один сюда. Кстати, чем-то похож на мышку. Ну, и вот я решил сделать другие зубы. Вот как в прошлом видосике про Венома. Обязательно заходите. И смотрите. Ссылочка в описании. Я делаю зубы так же, как и я делал у Венома. А точнее, из-за таких вот жгутиков. С островатым кончиком. Делаем уши. И я, кстати, добавил вот такую игрушку в его правую руку. Подготовили кисть. Подготовили краску. Берем красную краску. Ну, и, конечно же, смешиваем с желтым, чтобы получить оранжевую. Ну, а я пошел смешивать. И начинаем красить его с тела до головы. И да, на груди я оставил ему вот такую... Вот. Ну, не докрасил. Потому что там должна быть белая краска быть. Я обязательно покрашу там. Его животик белой краской. Ну, и я что-то неправильно начал красить у него подбородок. Так как у него там он белого цвета. Ну, все равно. Это же первый слой. Уши, кстати, тоже обязательно. Ну, и сейчас, конечно же, можно красить неаккуратно. Разницы нет. Вот в конце, когда я начну красить мелочи, там надо будет аккуратно. Ну, и вот, вроде бы я докрасил все до конца. Ну, то, что должно быть оранжевым цветом. Делаем второй слой на всякий случай. Ну, это потому что у меня чуть-чуть прозрачный оказался первый. Шею тоже обязательно надо покрасить. Ну, и вот, почти готов. Ну, и плечи тоже, разумеется. Уши все покрасил. Лоб чуть-чуть у него прозрачный. И я так понял то, что я вляпался в черную краску. Слегка окунул, оказывается, нечаянно. Из-за этого на лбу у него сейчас темно-оранжевый цвет какой-то. Грязный оранжевый. Ну, я обязательно это исправлю. И я забыл про глаз. Обязательно его тоже надо сделать. Ну, и берем, конечно же, белую краску. И в ушах его полностью украсим внутреннее пространство ушей. Ну, пока что-то получается очень даже чисто белый цвет. Потом я, конечно же, чуть-чуть смешаю туда сероватый, чтобы выглядело чуть-чуть такое вот. Не чисто, чуть-чуть такой грязненько. Ну, добавим эффектов, короче. Ну, и, как я говорил, его живот тоже красим белой краской. Белой краской красим в форме овала. Ну, а дальше, конечно же, еще белой краской надо будет покрасить зубы, ладонь и ножки. Ну, и вот я до конца все докрасил. Не хотел показывать этот весь процесс, так как он был слишком долгий. И я бы затянул это видео на очень много времени. Ну, а вот такой вот у меня тигр получился. И пишите в комментариях, какого персонажа слепить в следующего. Ну, а надеюсь, вам видосик понравился. Ну, и фигурка, надеюсь, тоже понравилась. Ну, и поставьте лайк и за видосик, и за фигурку. Ну, а если не подписаны, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока-пока.